Короче, я понял, как посмотреть рейтинговые бои и не потерять тех бойцов, которых я хочу. В общем, смотри. А, да. С тобой век сериал и игра Рэмпришур. В общем, что? Рейтинг-бой. Бойцы, заканчивающие бой с нулевым здоровьем, имеют шанс безвозвратно погибнуть, при этом их перо, как бы, ну, неважно. В общем, у меня в отряде есть такие персонажи, которых я боюсь потерять. Вот, скажем, элиту, да? Мне не хочется, чтобы она умерла. Меган Валер, этот Валер. Поэтому, что я сделал? Я зашел в магазин, найм бойцов, нанял там обычных за 500 долларов. Вот они, раз, два, правда, третий был почему-то зеленый, пришлось его взять. У меня еще прапор есть один. В принципе, да. Ну и, можно сказать, у меня есть еще снайпер тоже синий обычный. Его тоже можно использовать. Я вот его прокачал на максимум 17 и все, типа, и что получается. Дальше никак его уже не прокачаешь. Даже неинтересно становится играть. Вот у меня сила 30. Увеличивается здоровье на один за каждые 5 силы. Увеличивается дальность броска предметов на одну клетку за каждые 5 сил. Это что же вот влияет? А с уровнем оно дальше будет повышаться? Не будет. Непонятно, что тут этого. Уклонение. О! Показатели я вот раньше, кстати, не обращал на это внимания. Увеличивается шанс критического попадания на один за интеллект. Это прикольно, кстати. Это значит, снайперу очень важен. Интеллект. Снороска. Уклонение, стойкость, выносливость. Вот это было бы круто. Интеллект побольше. Кто тут у меня с большим интеллектом? Ой, еще один снайпер рядовой, да? А у него тут все одинаково. Ну и неважно. В общем, что я придумал? Я захожу в операцию. Рейтинговый бой. Набираю себе... Только что купленных бойцов по 500 рублей. По 500 баксов. Чтобы не жалко было их потерять, парни. Рядовой этот. Так. Рядовой. Ну и здесь придется взять зеленого, хотя... Возможно взять прапора вот этого. Все-таки что-то зеленый. Фиолетовый зеленый. У меня уже два штурмовика есть зеленый, фиолетовый. Зачем мне третий штурмовик еще раз зеленый? Никто не знает. Ладно. Возьмем. И, пожалуй, снайпера я, наверное, не буду брать. Пулеметчика возьму своего. Сюда. Бог с ним. Погибнет так вот погибнет. Он не зеленый. Не страшно. Ну что? Попробуем? Ладно. Вы хотите? Хотим. Мы не боимся. Посмотрим, с кем здесь нарусь. Заходят ли туда крутые противники, которые мне попадались в схватке. Эх, даже интересно. Ну, я так понимаю, тут же ж несколько. Я вот читал в рейтинговых барях несколько подразделений таких. Типа там Железная Лига. Там чуть выше, 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 выше. Возможно, в низшей лиге, где я буду сейчас участвовать. Может быть, будут игроки не такие серьезные. Хотя они через нее тоже проходят. Ладно. Все. Меньше текста сейчас будем смотреть. А может, получится даже миссию на выживание поиграть. Выживание. Пока еще миссия не подключилась. Давай попробуем на выживание поиграть. Нам надо как-то сгруппироваться немножко. Быть в одном месте, по крайней мере. Хотя бы в одну сторону смотреть. С одной стороны. И в одну сторону с другой стороны. Только поближе друг к другу. Не проблема. Все, ждем. Ждем вражин. Сколько их будет, посмотрим. Сколько вообще будем играть. С другой стороны идут. Ого! А тут-то вообще-то твари. Они просто-то люди. Здесь, видимо, будет весело. Проманул. Мази. Сколько мы вышли, интересно. О, боже мой. Как это все у вас слабовато, а? Давай, не помасивайся. Можно убить никого без этого оружия. Нужно переложить. Сколько ты будешь стрелять до первого промаха? Ай, не получилось. Ладно. Найден противник. Вообще, было бы неплохо, чтобы такая миссия на выживание появилась вообще на карте. Было бы интересно. Что тут нужно делать? Захват артефакта. Я, кстати, времени не вижу. Почему-то. В чем прикол? Так, артефакт где? Далеко вроде бы. Ладно, давай-ка пробежимся. Почему-то время не идет. Значит, здесь времени нет в рейтинговом бою. А с кем я тут буду сражаться вообще? Может быть, не с реальными? Нет, ПВГ написано. Ладно, сейчас будем по месту разбираться. Так, и куда мне тут стать? Я могу сделать это. Очень интересный, ребята. Не проблема. ПВП, тут должно быть ПВП. Попробую. Попробую. Смотрим, что будет происходить. Ничего не происходит. Может, тут режим не будет. Попробую. Неменем еще. Это слишком близко снайперам. А это... Давай-ка ты на крышу. Близко к точке. Ну, крыша это крыша. Зато далеко будем видеть. Никого нету. Только что оба появилось время. Походу, подключился, значит, один из игроков. Че это такое, я не знаю. Ладно, понаблюдаем. Подтянем поближе пацанов. Почему сразу времени не было, что происходило? Так, минута сорок. Так, минута сорок. Ой, какая-то фигня. А не надпись. Я не знаю. Там, наверное, на китайском походу. И что теперь будет? Откуда он будет двигаться? Почему? А, вон. О, помнишь, я говорил, да? Что можно отследить их. А, вот и первый друг прибежал. Помнишь, я говорил, что можно отследить? Вот. У кого-то из игроков есть лазерный прицел. И тут их двое. А вот маска одного из них. Он выбирает какие-то действия. Так что это было с этой. Что там? Эй. Я даже еще не знаю, что-то происходит. Не могу камеры двигать. Пока он стреляет. Что произошло? Походу, моего снайпера нету больше. Отлично. Моего снайпера кто-то убил. Каким макаром, я не знаю. От снайпера осталась только моя винтовка. Супер просто. Все произошло очень быстро. Класс. Вот такая вот сильная операция. Что? Мой снайпер теперь ку-ку. Исчез. Этих он даже не хочет подводить. Они стоят. И непонятно, что делают. Один и второй. Двое друганов стоят еще. Не дергается. Ладно. Давай быстрее. 40 секунд осталось. Че ты там? Че там? Все. Наши пацаны. Наши пацаны ходят, да? Ну и куда мне тут ходить? Это и ходить, собственно говоря, это не особо никуда. Давайте это сделаем. Куриметчика подведем поближе. Ох ты, е-мое. Че это было, парни? Как это называется вообще? Ой, боже мой. Это называется, какая-то фигня происходит. Да ты сколько стрелять-то будешь, а? У них у всех лазер. Я в шоке. Я хоть раз стрельну, вообще не сегодня. 8%. Короче, скрытность у них обалденная. Ага, и они еще стреляют по 10 раз каждый, да? Кто-то стрельнул, но промазал. Не промазал. Отлично. Ну ты понял, да? По крайней мере, 50 заработал мне. Так, и умер у меня рядовой. Пропускаем. Я вообще в какую-нибудь лигу, я в таким макаром войду, если тут такие звери, а? Даже на первом. Это первая лига какая там? Железная была написана, да? Рейтинги. Калибровочные. А, так мне еще и 5 их нужно сделать. Короче, за 90 дней мне нужно будет в магазине покупать обычных бойцов. Выходить и сделать ими 5 боев, посмотреть, что будет. Я так полагаю. Другого варианта посмотреть это все у меня нет. Тяжелый пулемет. Ух ты. Что тут на первом месте самое дорогое? Лазерная винтовка. О, боже мой. Лазерный автомат. Лазерный пулемет. Шикарные ценнички. У меня есть 130 кредитов синдиката. Что я могу купить за 130 кредитов синдиката? Покажите мне. Граната сканер. Граната, граната. Не, спасибо. Такую фигню я не буду покупать. Все, по идее. У меня в отряде сколько осталось чуваков. Он погиб, его воскресить нельзя. Рядовой, рядовой. У меня два рядовых. Так, банда моя осталась. Пулеметчик, снайпер. Прапор. И прапор. Нет, лейтенант. Вот. За этого я играю. Все они на месте как бы. Ну, можно продолжать дальше качаться. Когда магазин обновится, через 9 часов купить еще 3 бойца. И сыграть еще разок. Скажем. Рядовой. 3 бойца. Кого угодно. Даже прапора этого можно взять. Ладно. Я думаю, с рейтинговым боем все понятно. Там, как и со схваткой, понятно. Тебе понятно? Непонятно, что там ничего делать. Таким, как я, игрокам. Со своими этими пукалками там. Напиши в комментариях, как мне выйти из этой ситуации. Я пока буду просто качаться. На трех этих миссиях. И все. И ждать, конечно, когда тут все-таки разработчики замутят главу 7. А тебе желаю удачи в этой игре. Ставь мне лайк и подписывайся на канал. Общайся в комментариях. Ну и давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok